всем привет кто меня смотрит и кому будет интересно какие растения я сейчас получила буквально полчаса назад и не дождусь их открывать это растение хищники 3 сарацине и 1 орхидея болотная орхидея во я даже не знала что такие существуют начну открывать посылку я просто заказала эти хищники а потом искала на сайте у них еще какие-нибудь растения которые можно болотную кочку посадить и увидела там эту орхидею и к счастью они не все были проданы потому что хочется купить много чего а классных растений купить уже просто знаете нереально там были еще растения 200 300 евро и 150 такие я покупать не захотела так у нас такая противная погода то дождь то солнце то одновременно и дождь и солнце и чувствую что сейчас может пойти дочь поэтому я их сейчас быстро открою потому что упакованы по суперски каждое каждое растение в отдельном упаковке и потом их выставлю и просто покажу потому что боюсь что дождь заставит меня тут вместе с ними но для них то нормально дождь это хорошая погода им это нравится мне бы не хотелось так вот это похоже орхидея болотная и вот они мои красотульки три растения я купила три сарацине и все три флавы просто разные вариации вот у верхней шапочки или козырьки у них они разные вот совсем чистая без всякого рисунка другие с рисунком и горлышки тоже разные хотелось купить еще более разнообразие более контрастный чтобы не цветами посадите в болотную почку как я уже сказала выбора там особо нет вот это зелененькая более-менее такую горлышко у него красивая посерединке вот красненькая и горло у нее тоже расписное и сама воля красная и слева она вся такая желто-зеленая салатно-желтовая что ли такая очень красивая и в профиль у них так здорово козырьки тоже разные отличаются вот это прям так нос вверх смотрит у тех совсем немножко не то ну и купила их все три флавы можно там и другие было купить другие сарацине и но так как я поняла через первый год выращивание их на улице то эти самые самые стойкие есть еще сарацине и курпуре то тоже очень стойкая к низким температурам ну и вот то что получилось более менее разные выбрать вот это и получилось вот я совсем вот желтенькая шляпка у этой вот с таким венозным рисунком более-менее выраженным и у третий не сильно выражен такой рисунок но такие некрасивенькие все растения молоденькие потому что я тоже искала чтобы размер был 70 сантиметров высокие крупные и какие некрасивенькие но они сейчас наверное где-то сами сантиметров 40 у этой только одна горлышке полосочка у этой более выражен рисунок у меня тут три получается у меня красивые такие но это вся более расписная более красные они есть практически черные и с более рисунком а вообще еще есть сарацине и лейкофила была у меня такая то похоже у меня не выжил не пережила зиму не пережила зиму я когда буду их показывать всех и потом расскажу почему а это вот орхидея которые болотные я такой профан оказывается сейчас мне будут писать напишите к все кто знает или у кого она растет это погония или еще бородатка называется на русском языке и в нет каких источниках сейчас покажу как эти называются вот такая сарацине флава вариация рубили более зеленая я все названия напишу в описании под видео что я купила такие купила так это это получается между первой и третьей рисунок есть но не такой выраженный как так не хочется их трогать потом распаковывать же надо будет чтоб не перепутать это сарацине в вариации арантан по-моему это по-моему рубрика то сейчас посмотрю как это называется это сарацине флава да рубрика про вот а по поводу орхидеи болотной я когда ждавая знакомиться что это такое в интернете оказывается не такие цветы красивые и она такая неприхотливая это читала и на наших форумах немецких и другую литературу об этих орхидеях и если оно зарастает все место где на растет со временем то очень красивый коврик получается из цветов вот как это но и самое то самое то классное эту орхидею невозможно залить наоборот ее нужно постоянно держать в воде вот лей-лей поливает для любителей поливать которым ухота сильно поливать и любят поливать и вот вода для нее только благо но естественно вода должна быть дождевая чистая вода вот и в некоторых источниках читала что ну и как и на сайте до минус 10 температуру выносит зимой а в некоторых даже до 30 ну посмотрим как хотелось бы чтоб она кто приготовленное место для хищников заросла хорошо и с моими сарацинями будет красиво смотреться но пока то у нее всего один маленький отростик и с бутончиком может увидим как она цветет а вот два-три наверно надо чтобы она так заросла вот в болоте конечно здорово классно и у этой же орхидеи есть период покоя зимний не надо ее вытаскивать тоже удобный уход из земли то есть она спокойно переносит вот это содержание даже минус и холодная и мокрая и замороженная потом она оживает весной начинает расти в общем мне понравилось очень сильно кто-то наверное уже знает или будет мне писать пишите что вы не знаете потому что для меня это было открытие болотная орхидея и вообще сколько я еще не знаю оказывается ну вот интересно можно ли такую на подоконнике держать ну наверное в теплице или где-то были прохладные условия то есть период покоя нужен холодный не замораживать можно не замораживать но холодный период покоя когда она спит и потом весной она вылазит в общем посмотрим как она у меня будет жить как переживать эту зиму я потом позже покажу как я их посажу специально подготовленное для них место там же будет и летние выгулы орхидеи возле них они будут насекомых ловить крупных конечно потому что оказывается эти сарацине едят тоже насекомые типа клеща и тлии и даже улитки вот некоторых ловят а некоторые их едят в общем посмотрим как этот год будет ну и ждать конечно пока эта красота вырастет и вообще этих три штучки что я купила думала придут большие как в прошлом году приехали маленькие и я так думаю подкупить просто у нас магазине не появятся или на сайте на каком-нибудь другом обыкновенных без названия как в прошлом году я покупала и они разрастаются так концу лета и за лето очень хорошо в общем вот такая у меня теперь появилась новая орхидея в коллекции болотная и даже с бутончиком как я поняла у нее там тоже такое полущее корневище и через каждые 10 сантиметров она дает вот отросток один листочек один бутончик должна вроде как бы быстро хорошо разрастаться теперь бы как бы мне ее не пересушить это у меня бывают такие моменты что некоторые орхидеи пересушиваются но это же будет расти в болоте не должна буду пересушить она будет расти вместе с этими красавцами которые тоже любят болото болотные кочки в общем попозже покажу как я их посадила и расскажу опять выводы за этот год который у меня жили зиму перезимовали но некоторые погибли и по какой причине не из-за морозов хотела показать место подготовленное для этих растений ничего уже показывать не буду в общем расставить их там немножко как они будут смотреться уже начинается дождь впервые капли дождь гонит меня домой и они останутся на улице но я как всегда всем желаю хорошего настроения удачи всегда и везде пока пока покажу их позже когда уже посажу